Электричество с электростанцией, если придет в наш дом, тоже будет электричество. Именно поэтому оно будет работать так же, как работает на электростанциях. Главное, нужно соединить провода. Так вот, чтобы Господь мог действовать внутри нас, нужно, чтобы наше сердце соединилось с сердцем Господа Бога. А как мы можем стать едиными? Если мы читаем Библию, каждое слово, которое есть в Библии, когда у нас появляется вера, что это есть истина, тогда, когда Иисус говорит, встань, возьми посерь свою и ходи. Хотя мне кажется, что у меня высохли ноги, и я не могу ходить, но Он говорит, чтобы я встал и ходил. Значит, когда я смотрю на себя, я не могу ходить. Однако, если Иисус говорит, чтобы я ходил, значит, я смогу ходить. Когда у нас появляется такая душа, когда у меня появляется вера, когда я смотрю на себя, я думаю, что я не смогу ходить. Однако, когда слово Иисуса Христа войдет в мое сердце, Иисус говорит эти слова, потому что Он уже сделал, чтобы я мог ходить. Именно поэтому, когда слова Иисуса Христа, которые говорят встань и ходи, войдут в мое сердце, и когда у меня образуется вера, тогда моя душа становится единым душой Иисуса Христа. Да, чтобы получить прощение грехов, люди думают, что нужно покаяться, нужно что-то делать. Но я скажу, получить прощение грехов ни один человек не сможет сделать своими силами. Именно поэтому Иисус Христос сделал это вместо нас. Если я буду что-то делать, чтобы получить прощение грехов, тогда все будет неправильным. Именно потому, что человек не мог очистить грех свой, Иисус пришел на эту землю. То же самое, когда мы ведем духовную жизнь, очень просто. Однако, есть этапы того, как мы ведем духовную жизнь. И самый высокий этап заключается в том, что наши мысли говорят именно с точки зрения материального. И мы привыкли принимать материальное. Именно поэтому для нас важно, чтобы у нас были деньги. Однако, мир Иисуса Христа – это духовный мир. Именно поэтому, там очень важно, чтобы было течение души. Например, я попал в автокатастрофу и потерял очень много крови. Тогда, в такой ситуации, когда я потерял много крови, не нужно что-то готовить особенное. Не нужно хорошо питаться или еще что-то делать. Самое главное – это нужно ввести кровь одинаковой группой. Правильно? Когда проводят операцию, перед тем, как начать операцию, что делать в операционной кабинете? Они собирают кровь. Во время операции нужно перелить столько-то крови. И все заранее приготовив, они начинают операцию. Например, если человек потерял много крови во время операции, тогда нужно просто ему сделать переливание. И если не сделать этого, тогда во время операции человек может погибнуть. Если не хватает крови, тогда нужно добавить кровь. То же самое, все проблемы, которые внутри нас, можно решить Словом Бога. Вам не обязательно что-то хорошо делать, потому что мы такие, которые ничего не могут сделать хорошо. Именно поэтому, ради таких, как мы, Иисус пришел на землю. И Библия написана не для тех, кто делает что-то хорошо, а именно для тех, кто делает все плохо. Для грешников была написана эта книга. И мы обманываем, прелюбодействуем, грешим. Мы плохие. И когда такие люди читают Библию, они могут меняться. Добрые люди, если будут читать Библию, они не смогут измениться. Если у вас есть недостатки, чем больше недостатков у вас, тем больше вероятности того, что вы сможете измениться. Понимаете? Чем вы некрасивее, чем вы больше не знаете, тем это лучше для вас. Главная проблема в том, что мы, не зная, но говорим, что знаем. У таких людей, к сожалению, будут проблемы. В нашей миссии есть служители. Самые сложные служители – это те, которые, неправильно зная, притворяются, что что-то знают. Именно поэтому, что мы говорим? Что бы я ни говорил им, серьезно они не принимают. Например, я часто говорю о том, что футболист, даже если он будет хорошо танцевать, это не имеет никакого значения, верно? Бейсболист, если хорошо поет, от этого тоже никакого толку, верно? Землогирец, даже если хорошо лазит по деревьям, в этом нет никакого смысла. Понимаете, да, что я имею в виду? Или, например, люди, которые выращивают специальные растения. Если они будут хорошо пить, какой толк от этого? Этот мир, в котором мы живем, имеет также дьявола, которого мы не можем увидеть. Есть Господь Бог, который действует. Когда мы читаем Библию, она очень интересно нам рассказывает. Один человек собрал виноградарей. Эти люди работали, но у них не было своей земли. Поэтому они всегда жили в нищете. Тогда однажды хозяин поручил им свой виноградник этим людям. Он сказал, я должен пойти в далекую страну и там поработать. И поэтому я хочу поручить этот виноградник тебе. Виноградник очень обрадовался, верно? Но хозяин уже все приготовил. Собрал соки, вино и сказал, продавай. Можешь жить, как ты хочешь, найти есть средства. Но отправляй мне 20%, пожалуйста. Виноградарю было очень хорошо. Хозяин ушел в далекую страну. Он вернется через 10-20 лет. А виноград очень хороший. И когда виноград созрел, его аромат был очень приятным. Он приготовил сок, который очень хорошо продавался. Очень хороший вино. Жизнь его стала очень хорошей. Раньше у него не было своей земли. Поэтому, когда дети болели, он не мог даже купить лекарства им. Но теперь их жизнь стала намного лучше. Каждый день они собирают виноград, набирают людей, продают вино. И денег становится все больше и больше. Поэтому они покупают и тележку, одежду. Когда дети заболевают, легко могут купить лекарства. Очень хорошая жизнь стала у них. Виноградаре всегда думали, все это благодаря нашему хозяину. Дети, послушайте. Раньше мы были очень бедными. Поэтому нам нужно очень хорошо относиться к хозяину. Когда мы смотрим, хозяин все приготовил для хорошей жизни. Но однажды, спустя 2-3 года, никто не пренебрегал ими. Они жили хорошо, у них было достаточно денег, одежды. Они стали известными людьми в этом городе. И перед виноградником однажды стал незнакомый человек. Он спрашивает, я не знаю, верно я пришел или нет, но я пришел, чтобы получить деньги хозяина. То есть, хозяин послал слугу для того, чтобы получить определенную часть прибыли. «Оу, спасибо! Добро пожаловать! Скажите, пожалуйста, как поживает хозяин? Как его здоровье? Так нужно было отреагировать!» Но вдруг им стало неприятно. и теперь он думает плохо о слугах. «Если бы вы пришли собрать часть денег, почему вы такие наглые?» «Извините, пожалуйста, мы в чем-то провинились? Вот смотри, как ты смешно так разговариваешь со мной». Они не думали, что так будут поступать с людьми хозяина. Но вдруг образовалась такая душа. «Ну, извините, в чем мы виноваты? Вот, как ты смеешь что-то говорить мне?» «Виноградарь не хотел так делать!» Но появился конфликт. «Извините, но мы пришли, чтобы получить часть прибыли». «Да, хорошо, но почему ты такой наглый, скажи?» Знаете, одна женщина мне рассказывала утром, перед тем, как муж пошел на работу, они сильно поругались. И муж опаздывал на работу, поэтому он убежал из дома. Жена разгневалась. Она подумала, что за гад-то этот человек! Но, знаете, женщины, когда моют посуду, стирают вещи, говорят, это очень важно и нужно для них. Пока моют посуду, стирают, все переживания вдруг исчезают. Знаете, раньше, когда моя жена молила посуду или стирала вещи, я не помогал ей. Почему? Я поехал в Америку и, знаете, кто первый возвращается с работы, тот моет посуду. Казалось бы, что это все хорошо, но интересно, спустя некоторое время все женщины начали ездить на машинах. Я думаю, что в Корее в этом плане очень хорошо, потому что женщины воспитывают детей. именно поэтому я решил не отбирать драгоценное тело моей жены и поэтому даже не прикасался ни к чему на кухне. Да, до того, как я женился, я сам, конечно, все делал. Когда слуги пришли, виноград виноград и начали злиться, эта женщина, о которой я говорил, она сказала, о, почему же я такая плохая жена? Да, когда муж уходит на работу, можно же с хорошим настроением его проводить. Почему же я такая злая? Она начала осознавать свой грех. она подумала, я очень плохая женщина, зачем я так поступила с мужем? Мой муж ведь ради семей старается. И она говорила себе эти слова и решила попросить прощения не только на словах. Она пошла на рынок, ей хотя было дорого, но купила ингредиенты и решила приготовить суп, который нравится мужу. пришла домой и она начала готовить суп, чтобы угостить мужа и сказать, что, ой, прости меня, я не знала почему я стала такой злой. Она готовила суп. Ей было так радостно, но когда муж пришел домой и позвонил в дверь, вдруг она подумала, вот этот гад снова пришел. Вдруг у нее такая душа появилась. Целый день она старалась чтобы у нее не было такой души. Люди не знают. Казалось бы, что все спокойно и хорошо, но в глубине нашей души злой дух вкладывает разные мысли. Виноградари хотели сделать хорошо хозяину, но когда хозяин послал даже своего сына, виноградарь хотел сказать, вот, наконец, хозяин послал своего сына, я должен подчиниться ему и попросить прощения у него. Ох, я такой злой, простите меня, пожалуйста. Но вдруг мысль появилась, ты думаешь, что тебя простят, ты же убил людей. Уже поздно, уже некуда отступать, убей сына хозяина. Хозяин уже стар, и тогда виноградник станет твоим. Именно такие мысли начинают приходить к ним. Знаете, когда я читал Библию, я понял, откуда приходят эти мысли, что эта душа не моя душа. Этот дьявол сейчас ведет меня, соблазняет меня. Эти мысли, которые появляются у меня, точно пришлят дьявола. И если я буду следовать за этими мыслями, тогда я сто процентов погибну. Если я смогу ясно увидеть, когда я испытал это, когда я слушаю некоторых братьев и сестер, я понимаю, а, эта сестра или этот брат сейчас под той мыслью дьявола, которая тоже приходила ко мне. Когда я встретился с сестрой Ким Чжуон, знаете, когда я смотрю на нее, я ясно видел, как дьявол ведет ее. Я сказал, женщина, вам нужно верить в Иисуса Христа. Она говорит мне в ответ, в следующий раз поверю в Него. Злой дух для того, чтобы привести сестру Ким Чжуон к гибели, сделал, чтобы она развелась с мужем. Затем сделал, чтобы она отправила свою дочь чуть далек от себя. Я ясно видел, как дьявол ведет ее. Дьявол сделал, чтобы она прогнала себя брата и мать, потому что если они будут рядом с нею, ей будет тяжело покушить самоубийством. Если будет рядом ребеном, тоже тяжело умереть. То же самое для того, чтобы убить ее, делал, чтобы она находилась в изоляции. Поздно ночью, два часа ночи вдруг она услышала кто-то зовет ее, Ким Чжуан, ты так трудилась за свою жизнь, пора отдохнуть. Никогда не говорил ей о том, что она тяжело трудится. Ей стало так приятно, так тепло на душе. Голос говорит, открой окно, спрыгни. Она жила на 38 этаже, все люди живут для того, чтобы рано или поздно умереть. Если ты умрешь, все закончится. Умирай. Тебе будет хорошо. На этом все закончится. Сестра Ким Чжуан говорит мне, что если бы в тот день она была немножко выпившей, да, раньше, значит, она пила. Я понимаю, потому что неверующие пьют. Она говорит, если бы я приняла в тот день успокоительно, я бы выпрыгнула бы из окна. Но она смела остановиться, потому что недавно, до этого, где-то месяц назад, ее подруга покончила жизнь самоубийством ночью. Все договорились, что пойдут на гору. Они все приготовились за ночь. Ее уже договорились, что завтра они встретятся, но ночью, без причины, она повесилась. И тогда эта сестра вспомнила свою подругу и поняла, а, моя подруга, которая в тот день погибла, она умерла из-за этого голоса. Сестра испугалась в доме. Но интересно, в поздний час позвонила ее подруга. Она сказала, что ты делаешь? Я сейчас еще психолог для тебя. послушай, я хочу тебе сказать сегодня эти слова. Говори, пожалуйста, встретись с нашим пастором. Хорошо, договорились? А как я могу встретиться? Приезжай на скоростном поезде в силу. Хорошо? Знаете, дьявол ясно, поэтапно ведет. И так же мы можем увидеть, как Бог ведет нас. Злой дух дает вам мысли, хотя нам кажется, что мы живем просто так. Когда злой дух начинает вести нас, смотрите, виноградари, они думали о том, что они должны сделать хорошо хозяину. Но в конце концов дьявол делал, чтобы они убили сына хозяина, слуг хозяина. И кажется, что у них что-то получится. Если мы будем следовать за голосом дьявола, в конце концов нас будет ждать такой конец. Если мы хотя бы немножко знаем Библию, мы можем увидеть, что сейчас этого человека ведет злой дух. Однако сам, что человек, который ведет злой дух, не понимает. Вот эта сестра говорила тоже мне, что она будет верить в Иисуса Христа в следующий раз. Я говорю, и вас сейчас дьявол хочет вести к гибели, поэтому случится беда, если вы сейчас не поверите. Тогда она сама испугалась и поверила в Иисуса. Понимаете, в нашей жизни есть подобные вещи. Именно поэтому, когда мы идем по пути Господа Бога, дьявол делает так, чтобы мы сошли с этого пути, дает плотские желания, и кажется, что эти желания лучше, чем пути Господа Бога. Но путь, по которому ведет злой дух, противоположен пути, по которому ведет Бог. И мы долгое время шли по пути, которому вел злой дух. Поэтому путь, Боже, кажется, для нас непривычным. Иисус имел двенадцать учеников, но ученики были под властью дьявола, который уже тысяч лет влиял на людей. Именно поэтому их представление полностью отличается от представления Иисуса Христа. И поэтому, хотя они следуют за Иисусом Христом, но им было непросто поверить. Так дьявол установил в сердце наших. Тогда что мы должны делать? Оставить все мысли наши и веровать в Слово Господа Бога, приобрести истинную веру. И тогда мое сердце становится единым сердцем Господа Бога. И когда наши сердца становятся едиными, когда есть течение души, тогда значит, что произойдет? Например, когда мы едим, почему мы едим рис? В рисе есть питательное вещество, верно? И чтобы они вошли в наш организм, мы питаемся. Почему мы едим мясо? Там есть жир, калории. Именно поэтому мы едим, чтобы улучшить наше здоровье. То же самое, то, что есть в Слове, позволяет нам расти духовно, чтобы наше сердце стало по сердцу Иисуса Христа. Однако дьявол же начинает нас вести совсем в противоположную сторону. было 12 учеников Иисуса. Они видели, как Иисус Христос лечит многих больных. Именно поэтому они были ближе к Иисусу, чем другие. Однако все равно, когда они стояли перед какой-то проблемой, поскольку дьявол тысячу лет был властью над людьми, учеников тоже были мысли, которые давал дьявол. Именно поэтому они не прямо принимали то, что говорит Иисус. Они смотрели, это возможно или это невозможно. Когда мы смотрим своими глазами, кажется, что это невозможно. То, что говорит Иисус, кажется для нас невозможным. Например, во время брачного пьера в Иисус говорит, чтобы подчерпнило воду, а потом отнесли. Везде то, что написано в Библии, именно в такой системе. Например, человек, который родил 38 лет, Иисус говорит, встань, возьми посельство и ходи. Быть такого не может. Как такое возможно? Или женщина из Самарии говорит, всякие пьющие воду, все уважают опять, но пьющие воду, которую я дам, не уважают. Как такая вода может вообще существовать? Где эта вода? Или не родившись свыше, не может войти в Царство Небесное? Как тогда? Что нужно человеку снова войти в трубу матери? Кажется, что невозможно. Но все в духовном мире кажется таким. Когда мы входим в Слово, погружаемся глубже и глубже, после того, как Адам и Ева согрешили, дьявол вел людей. Именно поэтому что сделал дьявол? Например, когда мы воюем и используем оружие. Когда мы атакуем, первое, не просто нужно атаковать, нужно проверить, где спрятаны мины. И поэтому специальная команда ищет, где мина, и если находят, должен разминировать и восстанавливать мосты. Верно? И наоборот, когда мы отступаем, нам нужно взорвать мосты, чтобы враг не мог сразу перейти, а также по тому дороге, по которой будет идти враг, нужно приготовить мины. Верно? То же самое в духовном мире. Дьявол, для того, чтобы мы не могли вести духовную жизнь, он не хочет, чтобы мы были на стороне Иисуса. Именно поэтому все наше понимание так построено, чтобы она была против того, что говорит Иисус Христос. мы если стараемся, мы говорим, что это хорошо. Но что говорит Иисус Христос? Он говорит то, что полностью отличается от наших мыслей. Именно поэтому, если хотя бы чуть-чуть будет смешана моя мысль, тогда я не смог принять слово Иисуса Христа. Что значит, я верую в Иисуса Христа? Это значит, что я могу верить в Иисуса Христа даже тогда, когда мои мысли отличаются от мыслей Иисуса Христа. И тогда ваша душа станет единым с Иисусом Христом. Что происходит? Давайте подумаем. Супруги часто ругаются, разводятся. Знаете, почему они разводятся? Конечно, они не знают. Есть такие мужчины, которые, когда женятся, они чрезмерно любят своих жен. Если вы будете выходить замуж за тех, которые чрезмерно любят свою жену, тогда вам будет очень тяжело. Может быть, кто-то из вас подумал, это, наверное, про меня, говорит сейчас пастор. Знаете, мужчины, они должны любить своих жен, но они должны также уметь думать об отце, о братьях, сестрах своих. Но если мужчина говорит, что все, без этой женщины я не смогу больше жить, это значит, женщина, которая выйдет из-за такого человека будет страдать своей жизнью. Они очень любят своих жен, поэтому не дозволяют, чтобы другие смотрели на своих жен. Понимаете, что я имею в виду? Даже быть рядом для них это большой стресс. Люди люди, когда живут вместе, порой могут ругаться, ссориться. Недавно одни супруги нашей церкви пришли ко мне, и я их встретил и выслушал. Когда я смотрел, я видел, сестра виновата. Но знаете, наши братья и сестры говорят, что я всегда на стороне братьев. Сестра об этом уже все знают. Я немного упрекал сестру. Я сказал, сестра, вы не правы в этой ситуации. Она ничего мне не сказала. Почему? Потому что, знаете, нужно хорошо знать. Женщины, они даже говорят мелочи. Мужчины же, они терпят и стараются в основном не говорить. Знаете, когда я женился, однажды было собрание и пришли супруги, братья сели и просто смотрели вперед. А сестры два часа разговаривали между собою и не смогли закончить. Я спросил, жена, как ты можешь об этом все рассказывать? Понимаете, да, что я имею в виду? Я думаю, сестры меня понимают. Мужчины, даже если немного неудобно, они будут терпеть. Женщины же все рассказывают обо всем. Именно в этом и проявляется отличие между мужчинами и женщинами. Да, есть то, что сделал неправильно муж, и есть то, что сделал хорошо жена. Но из-за того, что муж ничего не говорит, она думала, что она всегда права. мужчины в основном не говорят. Женщины очень хорошо обо всем говорят. Когда я смотрел на брата, брат ничего не говорит, но по лицу видно, что очень много хочет сказать, но молчит. А сестра же все рассказывала, и я немножко обличал сестру, и тогда она растерялась. я сказал, есть мужчины, что должны все рассказывать как женщины? Да, они тоже сейчас осознают свою ошибку, свой грех. Потом эта сестра начала чувствовать, и очень хорошо закончилось общение. Я был очень благодарен. Каждый человек отличается от других людей. И душа Истонца Христа, и наша душа тоже отличается. Именно поэтому, когда мы с нашей точки зрения будем читать Библию и смотреть на Иисуса Христа, мы не сможем вести хорошую духовную жизнь. Когда Иисус говорит, встань, возьми постель твою и ходи, мы по привычке начинаем взвешивать. Смогу ли я взять постель свою и ходить? Мы начинаем оценивать. Верно? Но само это размышление уже есть неверное. Если Иисус это царь, именно поэтому, если Он говорит, возьми постель свои и ходи, значит, нужно ходить. Не нужно смотреть, смогу я ходить, не смогу ходить, потому что, если я буду оценивать, это уже неправильно. Понимаете? думаете. Но вы так не думаете. Вы думаете, это возможно перед словом Иисуса Христа? Иисус говорит, завтра в это же время будет мера муки лучшей посекли, две меры ячменей посекли. Тогда садовник, до которого уповал царь, говорит, что даже если Господь откроет окна на небе, тогда может ли это быть? Иисус говорит, ты увидишь глазами, но не сможешь есть. Почему? Он думал, что он умный, но завтра в это же время мера лучшей муки будет посекли, и две меры ячменей посекли. Как такое возможно? Быть такого не если это Слово Господа Бога, это истина. Именно поэтому если ваши мысли и мысли Господа Бога соответствуют, тогда очень легко вести духовную жизнь. Однако когда они не соответствуют, тогда вы должны остановиться. Во время ноя потопа нужен же быть сигнал, что будет дождь. По телекомпании же не говорили о том, что будет дождь. Так многие люди подумали. Им казалось, что дождя не будет. Однако Господь Бог говорит, не, это твоя точка зрения. Но скажи, кто прав, я или ты? Именно поэтому во времена потопа все должны были погибнуть. Но Господь Бог дал еще один шанс. Вы сели плода дерева, сны добра зла, ставим мое слово. Именно поэтому вы должны были погибнуть, но я вам дам шанс получить благодать. Вот что Бог спрашивает. Господь Бог очень много раз испытывал нас таким образом, чтобы быть единым с сердцем Господа Бога. Да, важно, конечно, читать Библию много, но мы должны отвечать, это соответствует моим мыслям или это соответствует Слову Бога. Иисус Христос был три года с учениками на земле и двенадцать учеников имели душу, которая не подходит небесному миру Бога. Именно поэтому они следуют за своими мыслями и следуют за Иисусом Христом. Однажды, для того, чтобы им показать удивительный мир, Иисус хотел показать такой мир. Поэтому Иисус взял Петра, Якова, Иоанна и пошел на гору Фавор. И они удивились, потому что встретили там Моисея и Илью. Люди, которые жили сотни лет тому назад. Моисей жил 1400 лет тому назад, до рождения Иисуса Христа. И такими людьми они встретились на горе Фавор. Иисус начал беседовать. Но Петр на Христа, что он говорит? Да, хорошо нам быть здесь. Да, я построю куши здесь для тебя, для Моисея и для Ильи. Кажется, что Петр такой хороший, о себе не думает, но думает об Иисусе, о Моисеи и об Ильи. Что произошло далее? Библия очень интересно нам описывает. Если мы прочитаем 16 глава, 21 стих, с того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейших первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть. До этого Иисус Христос говорил о том, спрашивал, за кого почитать меня? Кто-то говорит крестите, кто-то говорит пророк. Потом он спросил, а вы за кого почитаете меня? Когда он спросил в 16 главе, в 15 стихе написано, он говорит им, а вы за кого почитаете меня? 16 стихе Семен же Петр отвечает, сказал, ты Христос сын Бога живого. Здесь говорится, ты Христос сын Бога живого, то есть сын Бог, который пришел, чтобы спасти нас. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты Симон сын Иоанн, потому что они плоть и кровь открыли тебе это. И он начинает рассказывать о том, что ему надежно умереть. Но тогда Петр сказал, а ты не нужно тебе умирать. Тогда Иисус сказал Петру, отойди от меня сатана, ты мне соблазн. Почему? Для того, чтобы стать Христом, Иисусу нужно умереть на кресте, потому что таким образом Он спасет нас и станет Христом. Но Петр хочет, чтобы Иисус был Христом, но не хочет, чтобы Он умирал. Именно поэтому говорит, что не умирай. Тогда Иисус говорит, отойди от меня сатана. Смотрите, Иисус взял Петра Иоанна для того, чтобы перенести их в мир Господа Бога. Поэтому Он поднялся на высокую гору и показал тот мир, в котором есть обещание Господа Бога. Они сказали, хорошо, здесь нам построим куша одно для Моисея и Илии. Да, Петр так сказал, но все равно Петр находится в своих мыслях. Именно поэтому не может принимать все слово, как оно есть, добавлять к слову свои мысли. Петр ведь такой, верно? Да. Почему же об этом здесь рассказывается? Потому что и мы такие, понимаете? Мы веруем в Иисуса Христа, участвовали на собрании, жертвуем, хотя получили прощение грехов. Но когда происходит какое-то дело, я думаю, что когда Бог говорит, что возьми посель свою и хотеть, тогда нужно просто встать и возьми посель свою и хотеть. А мы же что делаем? Мы начинаем думать, а это подходит, не подходит, никогда нам кажется, не подходит, что у нас не получится. Бог говорит, что завтра в это время мера муки лучше будет посеклю, две меры ячмени будут посеклю. О, если было бы так, было бы замечательно, но такое невозможно. Даже если Господь откроет окна на небе, как такое возможно? Именно это размышление людей, которые тысячи лет находились под влиянием дьявола. Коэфесянам 2 глава начинается так. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некоторых по нашим плотским похотям, исполняли желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, как и прочие. Смотрите, говорится, и мы были такими же, как и прочие, совершили то, что мы хотели и были сынами противления, между которыми и мы все жили некоторых по нашим полотским похотям, исполняли желания плоти и помыслы и были по природе чадами гнева, как и прочие. мы были детьми чадами гнева, поэтому оттуда мы должны уйти. А как мы можем оттуда уйти? Через слово Иисуса Христа. Когда мы оставляем наши мысли и когда мы принимаем слово Иисуса Христа, какая бы проблема ни стояла перед вами, когда у вас это произойдет, тогда, когда вы примете слово Иисуса Христа, тогда вы станете едиными. Иисус говорит, возьми посесть свой и ходи. И этот больной, он думает, я не могу ходить. Его мысли отличились от слова Иисуса Христа. Но поскольку это слово Иисуса Христа, он поверил, что по слову произойдет. И тогда сердце этого больного соединилось с сердцем Иисуса Христа. И когда наше сердце становится едиными, тогда какая бы проблема, что бы ни случилось с вами, какая бы трудность ни ждала вас в вашей жизни, нет проблемы, которые Иисус Христос не смог бы решить. Именно поэтому, для того, чтобы Иисус мог у нас действовать, если мое сердце становится единым в сердце Господа Бога, через эту связь. Да, я скверный, грязный человек, но и у Иисуса Христа есть праведность и праведность и эта праведность становится моею. Я не свят, однако святость Иисуса Христа она делала Дня Святым. Понимаете, что я имею в виду? Я грязный, скверный человек, человек, у которого нет никакой силы, но Иисус побеждает болезнь, которая есть у нас, делает, чтобы наша душа переполнялась любовью. И именно когда у нас становится единое сердце с Иисусом Христом, с того момента, Иисус Христос начинает действовать внутри нас. И мне уже ничего не нужно делать, потому что это мир, в котором Иисус все совершает. Когда мы смотрим на Иисуса, что сделал Иисус? Иисус взял Петра и Якова и Иоанна и повел на высокую гору и показал перед ними совсем другой вид. Иисус стал чистым. И появляется Моисей, который жил более тысячи лет назад. Они были удивлены. Петр увидел, ему так было приятно, ему говорит, ой, есть такой мир, Господи, если хочешь, мы построим здесь куши. Один будет тебе, второй или третий. Моисей, давайте будем жить здесь вместе. Смотрите, те мысли, которые у нас есть, они отличаются. Когда я смотрю, неважно, как это мне кажется, тот человек, который спрашивает у Иисуса Христа, тот есть верующий в Иисуса Христа. Когда мои мысли и мысли Господа Бога соответствуют, это легко следовать. Но этот человек не верит в Иисуса Христа, он верит своим мыслям. Человек, который верит в Иисуса Христа, самое главное для них это то, что все мысли, которые у нас есть, они изначально были испорченными. В 62-м году, перед тем, когда я получил прощение грехов, я обнаружил, что все мои планы, мысли были не провалом. И оно позволило мне хорошо развивать мою духовную жизнь. Я все потерял, все, что у меня было, я потерял. Именно поэтому я ясно тогда понял, что если я буду сидеть за своим, тогда я погибну. если я смотрю на слово Господа Бога, мне кажется, что это возможно, такое может и быть. Но когда мы сталкиваемся с подобным делом, если это слово Иисуса Христа, то 100% оно верное. Когда мы с такой верой идем, тогда у нас образуется одно сердце. И когда сердце Иисуса Христа входит ко мне, когда мудрость Иисуса Христа придет ко мне, тогда праведность Его придет ко мне, когда Его святость придет ко мне, когда Его жизнь придет ко мне, когда Его сила придет ко мне, когда у нас есть течение души, тогда Его сила становится моей силой, Его праведность становится моей праведностью, Его святость становится моей святостью. Именно поэтому с дерзновением я могу жить вместе с Иисусом Христом. И, живя таким образом, у такого некрасивого человека, как я, мы можем увидеть, как действует Бог. Это удивительно. Нам не нужно ничего особенного иметь. До сих пор я следовал за своими мыслями, потерпел крах. Те, которые играют в азартные игры, они теряют деньги. Но, знаете, когда они потянули ручку и видят, что деньги падают, говорят, это ощущение они не могут забыть всю жизнь. Да, если потянуть, им кажется, что все они смогут выиграть, но не получается. Они думают, в этот раз точно получится, в этот раз точно получится. Но, в конце концов, они теряют дом, имущество, все теряют. Именно поэтому даже аппараты, которые играют в азартные игры, именно так устроены. В гостинице делают игровые залы. И я думаю, что они не делают их для того, чтобы раздавать деньги посетителям. Верно? Наоборот, сделаны для того, чтобы посетители теряли. Но, когда один раз будет большой выигрыш тогда, знаете, они не возвращаются. Они думают, что в этот раз точно получится, в этот раз получится, в этот раз получится. И все теряют. И поэтому, когда я послушал его, я понял, что если хотя бы раз я выиграю большой куш, тогда будет крах. И поэтому я решил, что больше я не буду приходить в такие залы. Однажды, мы поехали в Америку, по-моему, в Лас-Вегас. Ехали в автобусе и говорит, когда играете в азартные игры, не нужно сразу ставить много денег. Нужно играть на 1-2 доллара. Он так подсказывал мне. Но, знаете, такой добрый гид. Но, если мы начнем ставить 1 доллар, 2 доллара, то рано или поздно наша ставка вырастет до 3-5 долларов. Да, мы думаем, что 1-2 доллара, да, ничего страшного. Но то, что мы прикасаемся к игровым автоматам, это уже опасно. Когда мы поехали в медовый месяц, в путешествие, там был игровой автомат. И я один раз попробовал, и, по-моему, 5 монет я выиграл. Да, и потом, в конце концов, я все потерял. Знаете, люди, они очень легко обманываются этим. Чем умнее человек, тем его легче обмануть дьяволу. Чем он честнее, тем ему дьяволу легче объяснить. Именно Господь Бог, когда нам говорит, дьявол делать так, чтобы нам казалось, что это не получится. И когда мы веруем этим мыслям, тогда мы погибнем. Бог хочет, чтобы мы верили, что получится. От веры все решится. Я говорю о простых вещах. Любой. Даже если не образованный, не умный, даже если плохой университет, закончили школу. Оставьте все мысли. Слово Господа Бога верно. И когда у вас будет ясная черта, тогда вести духовную жизнь будет очень просто. Когда я смотрю и оцениваю это хорошо, правильно, если я буду так разделять, тогда в конце концов мне всегда казаться будет, что я прав, а Библия же не права. Почему? Потому что дьявол долгое время вел нас в противоположную сторону от Господа Бога. Именно поэтому Иисус повел Петра, Яна и Якова на гору Фавор. И то, что они до сих пор не видели. Новый мир Иисус показал им. Там, где есть Моисей, Илья. Это ведь удивительно. Согласны те, которые жили тысячу лет тому назад. Илья, Моисей, когда ученики встретились с ними, начали беседовать. Это было удивительно для них. И этот мир отличается от того мира, который они имеют. В этом мире мы не сможем никак умереть с Моисеем. Таким образом, они начали исследовать мир Господа Бога, Иисуса Христа, которого у них не было. И сейчас одно. Тот мир, который мы знаем, Он хочет, чтобы мы оставили, и чтобы получили руководство тем, что есть у Иисуса Христа. Но, если вы следуете за своим способом, то вы стараетесь не следовать за способом Иисуса Христа. и медлите так часто, правильно? Именно поэтому вы не можете получить такую благодать. Однако, если вы точно будете знать, если мы будем различать наши мысли, тогда нам будет очень хорошо. Второе, что я хочу вам сказать, это то, что касается наших мыслей. внутри нас среди тех мыслей, которые у нас появляются. Например, я хочу кушать. Если я голоден, я хочу кушать. Если мне холодно, хочу одеться. Хочу пить, когда чувствую жажду. Хочу веселиться. Да, появляется желание плоти. Но, что еще есть также? Есть мысли. Душа, которая вкладывает в нас дьявол. И та душа, которая дьявол нам. Да, мне хочется сделать мужу хорошо, но появляется гнев. Как у этой женщины, о которой я вам рассказывал вначале. Супруги, когда живут вместе. Если муж будет стараться сделать жену таким, как он хочет, тогда будет ей очень тяжело. И наоборот, если жена будет стараться сделать мужа таким, как она хочет, будет очень тяжело. Обычно, встретим, знаете, мужчины, они не все говорят, а женщины же относительно от мужчин говорят больше. И из-за этого порой появляются проблемы. Когда они ругаются, они думают, что каждый прав. Но, когда ссора усиливается, то, когда супруги женились, живут вместе, если чрезмерно любить свою жену, то жене будет очень тяжело подстроиться полностью под мужа. Чтобы была хорошая семья, нужно, конечно, жене становиться так, как хочет муж. Но этот процесс нужно замедлить, чтобы само собой муж или жена подстроились супругом своим. Если за короткое время вы хотите прямо за раз поменять, если не сейчас, то нельзя, тогда, когда у вас будет такая душа, тогда портятся наши чувства, эмоции, и тогда будут проблемы. и веру в Иисуса Христа. Да, хотя, может, моя жена не меняется, но нужно ждать. Муж, например, когда после работы возвращается, он не мой друг и касается к детям. Ну, подумайте, ах, все мужчины такие. И допустите. Иногда есть женщины, которые до конца скажут, вот, мои руки, не прикасайся к детям. Тогда мужам будет тяжело. Да, чистота очень важна, но если чрезмерно требовать, чтобы была всегда чистота, тоже появится проблема. Любовь – это хорошо, но чрезмерная любовь тоже создает проблему. Есть хорошие ингредиенты, которые дают мужам, но порой нужно также давать ту пищу, которую хочет муж. Нужно давать и мужам свободу некоторую. Тогда общение между супругами будет замечательным. Но некоторые люди, если что-то, то, что они хотят, не допускается, они начнут злиться. Мужья любят своих жен. Да, любить хорошо, но если чрезмерная любовь, если они будут стараться сделать жену таким, как они хотят, тогда вероятность того, что будет развод, будет расти. Поэтому замедлить процесс – это хорошо, понемножку менять – это хорошо. Поэтому не нужно жадничать. не старайтесь за раз поменять сразу. Считайте, что у вас впереди 70 лет и за это время постарайтесь поменять вашего мужа. Тогда у вас будет самая счастливая семья. Я не шучу. Понимаете? И мужа, и жены. Попробуйте или планируйте на 150 лет вашу общую жизнь. Тогда у вас будет гармония в вашей семье. очень часто появляются проблемы, когда муж или жена хочет подстроить свою супругу под себя. Когда портится сочувствие, эмоции, появляются ссоры. Вы должны знать, что мужа, если будут делать то, что хотят жены, понимаете, мужа, они же могут сообразить, что хотят жены. И когда мы это делаем, тогда жене будет очень приятно. Но что касается отношений между нами и Господом Богом, немножко отличается. Всегда наши мысли противоречат от слова Господа Бога. Именно поэтому, если я думаю, будет, не будет, это возможно, тогда это есть пренебрежение Богом. Если Бог говорит, то это 100% верно, это истина. Когда у нас будет такая душа, тогда вести духовную жизнь будет очень просто. Знаете, в чем я получил благодать Божию? В 62-м году я получил спасение. И до 62-го года Господь показал, что все, что я сделал, все было провалом. И однажды, знаете, что я обнаружил? Я понял, что я действительно идиот, у которого ничего не получилось. Все, что я делал, закончилось провалом. в Японии жил мой дядя и во время войны на тихом океане дядя поехал в Японию. Потом он женился второй раз, и у него дети родились поздно. И самый старший сын дяди, он на 4 года младше меня, поэтому дядя хотел забрать меня с собой в Японию. И в то время зарплата в Японии 4 раза или даже 10 раз была больше, чем зарплата в Корее. Но в то время, поскольку не был заключен дипломатическое отношение, поэтому не было открытой границы. И вот однажды я узнал, что некоторые люди втайне ночью отправились в Японию, и потом им сказали, мы приплели в Японию. Они вышли, им сказали, поднимаетесь на горы. И они поднялись на гору, и им сказали, когда солнце взойдет, тогда вы положите полноценце на шею и спускайтесь с горы, как будто вы ходили на гору. И так все люди пошли на гору, и потом когда солнце взошло, начали спускаться, они увидели, что на корейском написано Маса. И тогда они подумали, о, наверное, из-за того, что в Японии Маяма. Знаете, в то время я очень хорошо владел японским языком, но потом оказалось, что их просто высадили в корейском городе Масан. А когда пришли к хозяину корабля, хозяин сказал, что вчера кто-то у меня одолжил корабль. Но это еще хороший вариант. Есть очень злые капитаны, которые бросают людей просто на море на погибель. И тогда я потерял всякое желание поехать в Японию. И знаете, что бы я ни сделал, все заканчивалось провалом. Самое последнее, в 62-м году, я решил стать солдатом и техником. Но у меня передний зуб был немножко сломан. И офицер, врач сказал, что не прошел осмотр. Он сказал, если бы у тебя другой зуб был сломан, я бы тебя пропустил, но у тебя сломал передний зуб. И тогда я впервые обнаружил, насколько я глупый идиот. Я действительно идиот. И когда я это осознал, тогда мне стало очень легко верить в Господа Бога. Знаете, человек, который хорошо ведет духовную жизнь, это не умный человек, потому что нужно ломать свою душу. Но если он такой отличный, молодец, то им очень сложно ломать свою душу. Тонкие ветви ломать легко, но толстые ветви ломать тяжело. То же самое те, которые стали слишком большие, им очень трудно вести духовную жизнь. Давайте перед Господом Богом мы станем немощными, чтобы Господь Бог я думаю, что каждому сделал, чтобы у вас был провал. Всем он допустил в нашей жизни провал. У всех получается, а у нас не получается. Даже то, что у других получается. Даже те люди, которые хуже меня, у них получается, а у меня не получается. Господь Бог, Он так сделал, что я смог теперь легко верить в Слово Господу Бога. Когда я читал Библию, мне было очень легко следовать за Господом Богом. Быть праведным, быть умным, следовать за другим, следовать за Господом будет тяжело. Даже самые умные, хорошие оказались в аду, а все некрасивые, плохие, слабые, говорят, они оказались в раю. Хотя я, конечно, не проверял, я не был там. Духовная жизнь очень простая. И поэтому мы должны начать с того, что у нас все заканчивается провало. И мы должны принимать Слово Иисуса Христа за истиной. Господь Бог, Он все сделает. Иисус Христос, Он наш Спаситель. И верою, когда мы будем следовать за Словом, тогда в вашем сердце вы сможете легко стать единственными с Иисусом Христом. И тогда, когда сердце Иисуса Христа течет ваше сердце, тогда мудрость в которой Иисус становится моей мудростью, сила Его становится моей силой. Любовь Иисус Христа становится моей любовью, говорит, в благодательность и моей благодатью. Когда мы будем едиными с Иисусом Христом, с того момента, что бы мы ни будем делать, Господь Бог будет совершать и помогать. И когда Иисус Христос был жив, тогда Он показал новый мир. Мир, в котором можно общаться с Моисеем. Мир, в котором можно общаться с пророком Ильей. И сейчас Он показывает нам удивительный мир. Я думаю, что есть такой удивительный мир, в котором Господь Бог повел учеников на гору. В фавор. Так и Бог хочет вывести вас за пределами этой страны. Да. Даже в том, что нам не подходит, мы должны уметь следовать за Господом Богом. И когда мы можем следовать за тем, что говорит Господь Бог, Он, когда соединится с сердцем Господа Богом, тогда вы получите неописуемую благодать. И благословение. Субтитры создавал DimaTorzok